Мы вот так постелили пленочку, чтобы люди будут тут ходить, работать, чтобы не поцаразнулась. Я сейчас быстренько сниму нашу комнату напоследок, какая она была до того. Есть туалет наверху, куда можно слить? Да, наверху можете использовать туалет. Уже принесли карпет нам новенький, который на втором этаже будет. У нас дождь идет. Так, мы вот все повыносили. Тут, конечно, грязно. Надо пропылесосить. Ну, пылесосить уже не будем. Сейчас это все будут убирать, срывать кроватку. В общем, мы будем красить в этой комнате. Но уже, конечно, не в очень хорошем состоянии. Все будет краситься. Вот так гардеробчик у нас. Здесь эта семена комната была. Была и есть. Это вот Лиза на комнату. Тоже будем красить стены. Сейчас карпет поменяем. Сейчас. В общем, сейчас меняем карпет. Ребята, я обещала вам снять. Хотя я такой вид не люблю снимать, конечно. Ну, в общем, вот. Есть как есть. Скоро будет лучше. В идеале поменять, конечно, все. Мебель поменять для девочки красивую. Но это со временем. Красиво. Так быстро. Немножко сниму. Стравимся? Да. Да. Так, вот такая красота получилась. Все, я сделала. Вот такой. Ч Wheeler. Да? Вот такая красота. Несен air. О, зайдите. Мное. Да. это макс на комната вот так получилось у максика сюда кровать занесут трилляж чем вот такая вот комната у макса сейчас двери поставят тоже назад их пока нет снимали подложили карпе снимали я запыхалась ваша пылесос его все вот такая вот комнатка получилась свежо красиво хорошо после массе пока сэма на кроватку сюда сэмчик аккуратно не ударься вот мы можем наблюдать как здесь все приделывают видите стейплером наверное еще может и на клей садят я не знаю в общем здесь такая мягкая подстилочка у сэмчика будет вот такой по вас нежно-голубой скоро ему покрасят комнату тоже надо подумать какой цвет лучше у меня кеша тут сидит сделаем порядочек будет все отлично это последняя комната осталось у ребят для делать в общем да стоит это вот четыре комнаты они постелили стоит это 750 долларов но среди заплатил еще половину больше ну как бы еще 750 долларов за то что они будут переносить мебель разбирать там мебель это не перетаскивает туда-сюда это все мебель сам она кроватка стоит железная много работы но тем не менее быстро все делается в так мягенько ходить хорошо так отлично смотри какая у нас полотка на улице дождик смотри какой цвет тебе нравится надо подумать каким цветом покрасить тебе стены до синим так ребята смотрите какие здесь эти колючие колючие гвоздики переступайте переступая это они сами будут разложить сделка Вон еще много, видишь, за дверями? Какой красивый цвет, классно, еще скоро Сэму покрасят комнату в другой цвет тоже, будет вообще классно, молодец, старается, сыночек, умничка, вот такой, молодец. Сейчас занесут кроватку, ребята, очень красиво получилось, мне все нравится, бригада отличная. Так, ну что ж, ребята, вот уже и закончили стелить карпет у нас, я потихонечку сворачиваю эту пленку, которую вчера приклеивала. И вы знаете, хорошо, что я ее приклеила, потому что очень много всяких камушков мелких, и ребята туда-сюда ходили, заходили, в общем, могли поцарапать, конечно, ступеньки эти, паркет. Поэтому это очень хорошая идея, вот так вот защитить от камушков, от царапин. Вот так все сворачиваем, сейчас этот скотч очень классно отклеивается, без проблем. Красота, ребятки! Как я люблю, ой, как я люблю, когда ремонт, когда все чистенько, ай, ударила, ударилась об ручку. Костя все еще здесь установит, конечно, вот, свои столики с компьютером установит. Мы уже решили больше ничего сюда не заносить, аж эхо, вы слышите, какое окна надо хорошо повымывать. Решили ничего не заносить, вот эти всякие коробки, ящики, все в гараже оставим, потому что в этом и есть красота ремонта, не захламлять. Я вообще хочу устроить минимализм в своем доме, все продать лишнее. Знаете, когда я начала чистить дом, перед тем, как нам должны были стелить, я начала выносить все коробки с вещами, там, с игрушками, ну, и т.д. и т.п. Да, вот всякие, которые вещи были в доме, я поняла, что не надо покупать больше лишних вещей. Надо, если покупаешь, как говорится, 7 раз подумать, нужна ли тебе эта вещь, то вроде бы она нужна, когда покупаешь, вроде все надо, но потом понимаешь, что захламляешься. Поэтому, да, лучше держать в чистоте в порядке, красиво, венчик убираем, вот так. Надо позаметать, полы протереть. Вот, все, зарегли. Вот, и все. Весь мусор у нас в одной куче. Сейчас вынесем. Максика комнатка. Короче говоря, мебель надо почистить и новый матрас. На повестке дня у нас новый матрас Максу купить. Я бы эту кровать уже не ставила в эту комнату, потому что в эту кровать надо как максимум квин, не кинг. Но эту мебель мы покупали еще 13 лет назад к нам в апартменты, вот этот трилляж и кинг-кровать, и нам тогда понравилась она, но сейчас у меня уже вкусы поменялись, и сейчас бы я уже такое не купила, но, в принципе, она неплохая, но все же я бы купила что-то другое. Максу нравится эта кровать, и мы ему оставили эту кровать. В общем, нормально, можно ее там где-то, ручки пооткручивались, ручки докупить, прикрутить, здесь может быть даже пошлифовать и заново покрасить. Посмотрим, пыли много у Макса в комнате. Я уже в их комнаты не захожу и не убираю, они сами убираются, поэтому то, что Макс здесь загрязнил свою мебель, как говорится, я тут ни при чем. Ну, я помогаю, если у меня есть время, но у меня времени нет. Я или с детьми на озере, или на канале, или на кухне, или... В общем, я занята. Я учу их самостоятельности. Костя больше следит за чистотой, чем Макс. Ну, ничего страшного, зато Максик тоже, Максик очень хороший человек у нас. Макс – это моя поддержка номер один. Он всегда чувствует, если мне плохо, он первый это замечает. Он говорит, мама, что случилось, рассказывай, у тебя что-то случилось. Он видит уже по моим глазам, наверное, по мимике, я не знаю, по чем, но он даже... Я ничего не говорю, как бы я не говорю о том, что вот у меня какая-то проблема. Но он уже это чувствует. Поэтому Максик, он очень чувствительный такой ко мне ребенок. И так, вот это тоже что-то пролилось, и я пыталась отмыть, не отмывается. У нас же делали зимой ремонт в этом году, в 2019-м, в начале года, когда мы уезжали на Гавайи, нам сделали ремонт, покрасили все. У Костика такой бежевый, светло-бежевый цвет в комнате, и у Максима тоже. И вот здесь у нас лежали, висели, вернее, палочки для бильярда. У нас, если вы помните, у нас был большой бильярдный стол здесь. Мы его продали за очень, кстати, хорошую цену, за ту, которую почти я купила. И мы решили освободиться, потому что никто уже не играет в него. Время как-то нету, и, ну, в общем, решили освободить комнату. Поэтому вот и не жалеем о том, что освободили. Вот. А место осталось такое, незакрашенное, поэтому у нас там красочка осталась. Надо подкрасить, помыть стену, подкрасить. В общем-то, окна от воды остались белыми. Я не знаю, я уже чем только не вычищала, не очищается ничем. Ну, буду тоже еще пытаться вычистить окошки эти. Так что, ребята, сегодня вы видели нашу комнату. И не одну, то есть наш дом. Практически весь дом наш видели. Зал я снимала раньше. Я вообще не думала, что я когда-то буду снимать свой дом. Не была я готова к этому где-то года три, я не снимала ничего. Сейчас я решила, почему бы не снять, у нас ремонт делают. И уже с ремонтом как-то настроение появилось больше показать, где мы живем. Без ремонта что показывать? Ничего интересного. Вот эта мебель тоже у нас старая уже, кресло обдертое. Ну, тоже можно, одеяло накинул и пошел. Все это по мере поступления финансов можно поменять, обменять, как говорится, на новое. А пока так. Вот приходят кости друзья, там, американцы. Надо же где-то сесть. Вот пуфик будет, будет кресло. Будут. Ну и нам даже, вот мы приходим вечером к Косте в фильм там посмотреть. Тоже есть, есть куда сесть всей семье. А теперь уже можно и на балас просто лечь. Он такой мягкий, очень мягкий карпет. Вообще здесь я еще не пылесосила. Ну, потом пропылесосим. В общем, настроение прекрасное. Сделали ремонт, настроение чудесное. Хотя, знаете, как вообще это было? Я сейчас вам расскажу, как у нас произошел этот ремонт. Значит, у нас постелили паркет на кухне, в зале там. Ну, вы видели тоже эти видео. И после этого человек, который нам продал этот карпет, очень хороший наш знакомый. Спасибо, Саш, за карпет. За всех ребят, которых ты посоветовал. Вот он посоветовал нам людей, которые ложили паркет. Он посоветовал людей, которые ложили карпет сейчас. И все просто отличные ребята, отличные работники. Делают работу очень быстро, качественно. И, ну, в общем, спасибо, Саша. Не могли никого найти долго, кто бы нам постелил. Потому что в Спакене просто нет отбоя на эту работу. Понимаете, эта работа в таком спросе, это очень-очень хорошая работа. У людей нету просвета. Они заняты с утра до ночи. И я считаю, заработок отличный. Работа нелегкая, но они быстро довольно постелили. Вот четыре комнаты постелили за сколько? Максимум за три часа они постелили. Это потому что еще мебель они перетаскивали. Там раскручивали кроватку детскую, железную. То она очень сложно разбирается. Потом в нашей спальне кровать убирали в Максиной. Поэтому так много времени пошло. Вообще они хотели управиться за два часа. Вот за два часа три человека. Я так поняла, это тесть, зятем работали. Не знаю, кто третий родственник или нет, но они быстро все сделали. Всем привет. Всем сегодня в Эмерджинсе. Смотрите, какая здесь комната. Теперь мой зуб болит. Теперь и зуб болит? А ну покажи, какой зуб. Какой зуб? О, надо еще и к зубному врачу пойти. Вот мы вам немножко снимем. У меня коронка болит. Под коронкой зуб болит, да? Я не знаю. Вот. Но я не знаю, какой зуб. Ничего, разберемся. Доктор посмотрит потом. Я теперь не знаю. Давайте я сфоткаю, Сэм. И пожалуйста, Сэм. Не можем сказать, что с ним случилось, да, Сэм? Вот потому что Лиза усмеется. Лиза смеется? Не смейся, Лиза Сэмчика. В общем, вот такая палата. Немножко в наш влог вставим, где мы сегодня находимся. Нет, конечно, нет. Смотрите, мы сейчас в туалете. Здесь такая... Подожди, подожди. Здесь такая веревочка. Если нужна помощь, надо подтянуть вот эту красную веревочку, и они придут. Нам дали сдать анализ вот в такую интересную посудину. Пойдем. Салфеточки. Ну, хорошо, пойдем. Салфеточки. Салфеточки.